Друзья, сегодня подведем итоги торгов 23 августа на российском рынке акций. Традиционно посмотрим на индексы и куда мы движемся, а также разберем основные новости российских компаний. Напоминаю, что вы находитесь на канале Путь Инвестора. С вами Артем, обязательно подписывайтесь и мы начинаем. Долларовый индекс РТС и индекс Мосбиржи сегодня выросли на 1,5%. За 1 доллар сейчас дают 59 рублей 80 копеек, за 1 евро 59,60, за 1 юань 8 рублей 70 копеек. По тепловой карте российского рынка видно, что сегодня довольно неплохо выступил Сбербанк. Более 3% прибавили обычной и привилегированной акции. Яндекс выделяется 3,8% роста, Лукойл больше 2% роста, Алроса больше 2% роста. Падали бумаги сегодня Новотека, Фосагра, МТС, НПлюс Групп, Пик и других. Давайте посмотрим на лидеров роста и падения. Озон сегодня прибавил на хорошем отчете 8%, ВК плюс 6%, ЦИАН плюс 5%. Х5 Ритейл Групп плюс 4%, Яндекс 3,8%. Также в лидерах роста Полиметалл, Сбер, Совкомфлот и КамАЗ. В лидерах падения сегодня акции Хэтхантер минус 6%, Фикс Прайс минус 3%, Ренессанс минус 2,6% и других компаний. Страх на российском рынке уже 2 недели отступает. Помните, раньше мы были в районе 32, а сейчас уже 45. Ежедневно индекс страха и жадности, лидер роста и падения, а также основные новости российских компаний вы найдете в нашей группе в Телеграм, которая называется «Российские акции». Обязательно подписывайтесь, ссылки будут внизу в описании и в закрепленном комментарии. Далее посмотрим на индекс московской биржи. На мой взгляд, произошло довольно важное событие. Мы преодолели вот этот важный уровень сопротивления, который находился у нас в районе 2200 пунктов. Около двух месяцев мы торговались ниже этого уровня, пытались его преодолеть один раз, второй раз, третий раз и вот с четвертого раза это удалось. По идее, теперь эта область для нас должна превратиться в область поддержки и мы можем, оттолкнувшись от нее, дальше пойти в рост. Ложного пробоя также исключать нельзя, потому что, на мой взгляд, все-таки большинство участников видят рынок несколько ниже текущих уровней. В основном, конечно, за счет истории с нерезидентами, а также автоматической конвертации российских бумаг. Далее несколько слов о внешнем фоне, поговорим о нефти. В последнее время Иран делает все больше и больше уступок Соединенным Штатам. Это говорю я о переговорах об иранской ядерной программе. В итоге, вероятность сделки с Ираном повышается, на этом нефть у нас снижалась и вот сегодня пришел ответ от ОПЕК. ОПЕК плюс сократит добычу нефти, если Иран вернется на рынок. Сокращение добычи ОПЕК плюс, возможно, не будет скорым, но совпадает с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если он заключит ядерную сделку с Западом, сообщили сегодня рейтерс 9 источников в ОПЕК. По их словам, уменьшение нефтяного производства на ближайшей встрече Альянса 5 сентября может быть слишком преждевременным, но может оказаться необходимым, если потенциальное возобновление иранской сделки принесет на рынок дополнительные объемы нефти. ОПЕК плюс должен подготовить почву для выхода иранской нефти после снятия санкций, отметил один из информированных источников агентства. На этих новостях нефть устремилась к 100 долларам за баррель. Далее переходим к новостям компании, начинаем со зона, который вырос сегодня на 8% на фоне отличного отчета, давайте с ним ознакомимся. Итак, результаты за второй квартал 2022 года. GMV или оборот маркетплейса составил 170 миллиардов рублей плюс 92% год к году. Число заказов выросло 121%, общая выручка на 58%. Скорректированная EBITDA впервые достигла безубыточности 200 миллионов рублей, годом ранее минус 9 миллиардов рублей. В целом, позитивная сегодняшняя реакция прежде всего связана с тем, что впервые EBITDA компании стала положительной. EBITDA – это прибыль до вычетов налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования. Убыток во втором квартале сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 7 миллиардов рублей. Возвращаемся обратно к EBITDA. Положительный показатель был достигнут за счет масштабирования бизнеса и оптимизации операционных расходов, что позволило значительно улучшить юнит-экономику каждого заказа, отметили в Озон. Мало кто ожидал, что положительная EBITDA будет уже во втором квартале 2022 года, некоторые ожидали ее даже в 2023 году, а многие скептики вообще говорили, что никогда она не будет положительной. Отмечается, что Озон постепенно трансформируется в сервисную компанию благодаря росту маркетплейса. Во втором квартале выручка от услуг, в том числе комиссионных и доходов от рекламы, впервые в истории Озон превысила выручку об собственных продаж. База продавцов и активных покупателей продолжает расти очередной квартал подряд. GMV также, хотя и несколько замедлился, вместе с ритейл-сектором. 92% по сравнению с 139% в первом квартале 2022 года, но все еще выше прогноза 80%, который, кстати, компания сохраняет. При этом компания явно работает над повышением эффективности, процентная доля операционных расходов в обороте компании снизилась на треть. Озон это по-прежнему история роста, хоть компания и стремится выполнить свои обещания, и вполне возможно, что скоро покажут положительную чистую прибыль. Я думаю, что через 1-2 года мы увидим Озон выше 3000 рублей. От того, чтобы взять эту бумагу на 5% от портфеля, на данный момент меня останавливает зарубежная регистрация. Двигаемся дальше. Яндекс, Викей и Сбер разделили активы. При этом Яндекс сегодня вырос на 3,8%, Викей больше 6%. Сначала разбираемся между Викей и Сбером. Викей получил Delivery Club, который далее обменял на медиа-активы Яндекса. Сбер получил Самокат, доставка еды. CityDrive – это CarSharing. Далее разбираемся с Яндексом и Викей. Яндекс получил Delivery Club. Викей получил Dzen – контент-платформа и новости. Считается, что Яндекс выиграл от этих перестановок. Яндекс избавился от политически сложной темы и съел основного конкурента в доставке еды. Теперь на эффекте масштаба Яндекс может сократить издержки и еще больше брать с ресторанов и пользователей. Простор для оптимизации огромный. К слову, у Яндекса уже был опыт интеграции двух конкурирующих сервисов. Объединяли Яндекс.Такси и Uber. Акционеры в Викей, скорее всего, не почувствуют эффекта. Уйдет убыточная тема, которую компания не смогла сделать прибыльной. А сам Викей еще больше сместится в медийную политизированную тему и будет на ней зарабатывать. Будут ли доходы от пропаганды попадать в карман акционеров? Это большой вопрос. Переходим к Газпрому, акции которого выросли на 1,5% сегодня. Компания объявила, что «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября остановится на профилактику. Эти новости отправили цены на природный газ в Европе в космос. Какие же они стали, узнаете чуть позже. Также пришли новости, что Болгария обязательно проведет переговоры с «Газпромом». Поставка газа завел министр энергетики и технического правительства Христов. Ранее Болгария отказалась от оплаты газа в рублях и не получала его от «Газпрома». Также цены на СПГ на спотовом рынке в Азии превысили 60 долларов за 1 миллион БТУ, что втрое выше прошлогоднего уровня. На этом фоне у нас активно рост новотек, который вчера прибавил больше 6%. Также сегодня президент Польши Дуда призвал к демонтажу «Северного потока-2». И все это на фоне новостей из своей страны, что очередной польский производитель удобрений остановил работу из-за высоких цен на природный газ. Очередной польский производитель удобрений А.Н. Вилл сообщил, что останавливает работу в связи с резким подорожанием природного газа. Ранее крупнейший польский производитель удобрений Азоты остановил установки по производству азотных удобрений в связи с высокими ценами на природный газ. В Европе лето, но уже вовсю бушует энергокризис. Нынешняя засуха в Европе, по предыдущим данным, является самой серьезной за последние 500 лет, заявил представитель Еврокомиссии. На этом фоне цены на уголь приблизились к историческому максимуму 418 долларов за 1000 тонн. Рост цен на уголь ускорился на понижении уровня воды в Рейне, доставка угля осуществляется по воде, а также на фоне сокращения поставок газа по «Северному потоку». Электроэнергия во Франции, в Германии, да и в других странах Европы ставят рекорды. За мегаватт-час дают уже 600 долларов. А за 1000 кубометров природного газа в Европе сейчас дают 2764 доллара, хотя обычная цена – это 200-400 долларов. Далее несколько слов о металлургах. Производство стали в России в июле сократилось на 13% год-году. Производство стали в России за 7 месяцев 2022 года сократилось на 7%. Двигаемся дальше. Сбербанк. Акции привилегированные выросли на 3,3, как и обычные акции. Сбер выходит с казахстанского рынка на фоне текущей геополитической обстановки. Группа продает Сбербанк Казахстан в пользу казахстанского национального управляющего холдинга «Байтерек». Об этом говорится в сообщении Сбера. Конечно, не из-за этой новости Сбербанк сегодня вырос на 3%. Скорее всего, здесь дело в технике, потому что мы с вами видим бычий паттерн. Это так называемый нисходящий клин. Как вы видите, мы пробили этот нисходящий тренд, от чего у нас и получился такой выход. Все мои сделки, портфель, технический анализ, мысли по рынку можете найти в моей группе в Телеграме, которая называется «Путь инвестора». Обязательно подпишитесь. Далее на очереди у нас Алроса, которая выросла больше чем на 2%. Алроса восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала года, сообщили источники Bloomberg. По их данным, компания в основном продает камни покупателям в Индии и Европе за рупии. Никакой отчетности по кампанию у нас, к сожалению, нет, и мы делаем выводы по различным косвенным признакам, в том числе по деятельности De Beers'а, а также вот таких вот источников из Bloomberg. Двигаемся дальше. Татнефть сегодня опубликовала обновленную стратегию развития кампании до 2030 года. Основные направления – повысить нефтедобычу с 28 млн тонн в год до 38 млн тонн, увеличить нефтепереработку на комплексе Танека с 14 до 15 млн тонн в год, поднять капитализацию кампании до 36 млрд долларов в 2030 году, сделать выплату дивидендов ежегодной. Отличная стратегия, на мой взгляд. Привилегированные акции выросли на 0,5%, обычка на 1,5%. На этом у меня на сегодня все. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвизиционной рекомендацией, и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязателен.